Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Есть проблемы аварийного жилья, но решения пока нет. Жильцы дома номер 32 по улице Казахстанская бьют тревогу, обращаясь во всевозможные инстанции. Здание находится в аварийном состоянии на протяжении многих лет. За что департамент национальной безопасности выселил из служебного жилья полковника в отставке пенсионера Намаза Байбуриева. На какие меры пришлось пойти бывшему чекисту, чтобы не остаться на улице. Видеть, что они творили 20 октября ночью, что здесь творилось. Это кошмар был. Настоящий был беспредел. Собрать робота, сыграть с ним в футбол, исполнить танец или выйти на ринг. Карагандинские школьники приняли участие в соревновании по робототехнике на кубок губернатора Томской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ужасные трещины. Вообще у нас дома холодно, минус 5 градусов. А внизу вообще у них угля нету, они не топят. Вот зайдите к ним, посмотрите. Это вообще, не знаю, даже раньше так не жили, в 1917 году, наверное, так не жили. Дом номер 31 на улице Ленинградская буквально трещит по швам. Грязяне сегодня-завтра похоронить своих обитателей под горой обломков. Собственники жилья рассказывают, что двухэтажный дом на 8 квартир был построен в конце 40-х годов прошлого века из недолговечного материала – щитовых панелей. Многие дома, похожие постройки в этом же районе, давно обрушились. На сегодняшний день в квартирах нет отопления, нет воды. Чтобы элементарно сходить в туалет, людям приходится выходить на улицу. Ежедневно здание оседает. Уходя в землю, стены покосились, двери не закрываются. Зимой вода перемерзает. Я не могу зимой пользоваться, ни машинкой не могу ничем пользоваться зимой. Вода перемерзает. У меня вода постоянно зимой, у меня открытая текет вода. В том году два раза соседи помогали мне и знакомого просила, чтобы отогревала у меня трубы. Да невозможно. А вообще это ужасно. Как без свечи, без отопления? Вот так батарея у меня включена целыми днями. Целыми днями. Вот у меня включена батарея, и мы в одной комнате находимся. Потому что приходишь, только кушать приготовить. Так они затопили, когда тут такой дым, они чуть не умерли. Они задохнулись от дыма. И мы так же задохнулись. Да, вот это наняли, еле-еле начали песняка сделать чуть-чуть. А сейчас мелко, да? Здесь-то холодно, а там у нас-то нормально в комнате. Здесь, наверное, где мы находимся. Все дети, вот я живу здесь, а трое детей, мы вот в четвером живем. Все в одной комнате спим. Такая же проблема одолевает жителей дома номер 32 на улице Казахстанская. Неоднократно жильцы обращались в Акимат Караганды, но направляют их в специализированную строительную организацию, которая предоставляет услуги по признанию дома аварийным на платной основе. Сумма, которую запрашивают за подобную процедуру, просто неподъемна для большинства жильцов, чей материальный достаток находится на уровне ниже среднего. Мы хотим жить в нормальных условиях, потому что мы такие же люди, казахстанцы. Тем более наша улица олицетворяет наш Казахстан, она называется улица Казахстанская. Ну и в итоге, вот, как мы живем, сколько лет бьемся, и никто на нас не обращает внимания. Уважаемые представители власти, может быть, выше какие-то чины, обратите внимание и посодействуйте к тому, чтобы, наконец-то, как-то мы начали более или менее жить достойно. То есть помогите нам с этим домом. Если хотя бы невозможно, нет такой программы государственной, равносильного жилья, чтобы мы получили, поднимите нам дом, пожалуйста, помогите нам, просим у государства, просим помощи. В Карагандинском городском окемате нам пояснили, что власти не могут тратить бюджетные деньги на оценку состояния частного жилого дома, поскольку известно, что все многоэтажные дома принадлежат владельцам квартир. Из этой ситуации, в принципе, учитывая, что такая ситуация есть, нами все равно прорабатывается как бы механизм сегодня. Мы определенные пути пытаемся выработать, чтобы, ну, за счет, как, с помощью государства этот вопрос решить. С помощью рычагов государственных этот вопрос решить все-таки. И за счет, наш счет, вот эти механизмы мы пытаемся выработать, чтобы за наш счет это все организовать, ну, и помочь людям. Решить проблему своими силами горожане не в состоянии. Власти помочь не могут по букве закона. Остается лишь одно – социальная очередь на государственное жилье. О сердце Замбаева Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полковник КНБ с 29-летним стажем вынужденно стал продавцом. Правда, продает бывший сотрудник органов госбезопасности собственную мебель. Распродажу пенсионер устроил на улице перед домом, в котором жил на протяжении пяти лет. На такой отчаянный шаг полковника толкнуло выселение. Мужчину выселили из служебной квартиры вместе с семьей сразу после выхода на пенсию. Ну что, сейчас осталось, я все практически распродал. Сейчас диван остался, это угловой диван, зальный, и холодильник остался. Остальное практически все распродал. Выселенный полковник на МАЗ Байбуриев не нашел иного выхода, как устроить распродажу прямо на улице. По словам пенсионера, всю мебель и личные вещи семьи просто выкинули на улицу. Постарались, со слов Байбуриева, свои же коллеги. Устроив распродажу, бывший сотрудник департамента нацбезопасности намерен хоть как-то выкроить деньги на съем жилья. Дайте, пожалуйста, у меня коробка все будет. Я говорю, дайте, пожалуйста, я сам упакую нормально, по-нормальному вывезу свои вещи. Они по-варварски, понимаешь, когда начали МАЗ грузить, солдаты грузили. Ну, солдаты все переломали. МАЗ Байбуриев прослужил 29 лет в органах государственной безопасности. С его слов, раньше он и подумать не мог, что будет искнан из служебного жилья сразу после выхода на пенсию. Решения суда о выселении он не видел, а упакованные и опечатанные вещи и мебель пришлось отнимать чуть ли не с боем. Даже в годы войны такого беспредела не было. Я отдал 29 лет государству, а в итоге остался ненужным сразу после выхода на пенсию. Мои вещи и мебель упаковали ночью, собирались вывезти куда-то. Я еле успел, догнал КАМАЗ. Они выгрузили вещи прямо на улицу. Судоисполнители, выселившие пенсионера, ничего незаконного в своих действиях не видят. По их словам, выселение произошло согласно решению суда, так как Байбурееву уже выдавалось служебное жилье, которое он приватизировал. Байбуреев на Мазбай Осинович также оспаривал с пунктом документ, в связи с тем, что он пытается приватизировать данную квартиру. Однако, касательно разъяснений суда, также постановления апелляционной коллегии, указано о том, что Байбуреев ранее получал уже служебную квартиру. В связи с этим, ему отказано в повторном предоставлении служебного жилья, на основании чего должник на сегодняшний день подлежал выселению. Сейчас семья бывшего чекиста живет у родственников. Сам полковник вынужден жить в дачном домике. Как сложится его судьба, неизвестно. Просьбы отложить выселение на несколько месяцев не были услышаны. Со слов пенсионера, даже Верховный суд отказался рассмотреть его заявление. В ближайшие годы в Караганде появятся три новые поликлиники. На улице Ержаново, в районе Орбита и в Майкудуке. На улице Березова. Также в городе заработает система общественного здравоохранения. Основными функциями СОС станут эпидемиологические надзоры и проведение профилактических мероприятий. Об этом доложил руководитель управления здравоохранения Ержан Урлыбаев на совещании в областном Акимате. Новые поликлиники будут открыты для удобства населения, заявляют чиновники. В этих районах фиксируется большой поток больных. Одна из трех поликлиник по улице Ержаново откроется уже в следующем году. Две другие планируются ввести в эксплуатацию в 2018-м. Сейчас власти региона разгружают государственные медучреждения путем привлечения частных предприятий. На сегодняшний день 41 частное предприятие оказывает население услуги, гарантированные государством. Совершенствуется порядок оказания специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи на основе координирующей роли ПМСП. В целях обеспечения оптимальной доступности медицинской помощи применяются различные способы расширения спектра услуг и пропускной возможности поставщиков. К решению проблем здравоохранения привлекаются частные инвесторы в рамках государственного частного партнерства. Главный врач области рассказал, что в стационарах работает так называемая госпитальная информационная система. Через нее осуществляется контроль за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения от момента их приобретения до использования. В текущем году проводится активная работа по информационно-разъяснительной работе с медицинскими организациями, с медицинскими работниками, населениями по порядку предоставления услуг в рамках ОСМС и тарифообразования. В настоящее время завершается создание информационной инфраструктуры системы общественного здравоохранения. По задумкам создателей, служба СОС поможет пациентам узнать больше о том или ином заболевании, подготовиться к родам и получить квалифицированную помощь врачей. Управлению здравоохранения Карагандинской области необходимо принять меры по достижению основных индикаторов государственной программы Денсалу. План соответствующий имеется, его надо исполнять. А Акимов городов и районов обеспечит межведомственное и межсекторальное взаимодействие в реализации госпрограммы Денсалу. В 2017 году предполагается реализовать проект по созданию единой диспетчерской сети для всех подразделений службы скорой помощи. А Ямамрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Жители Тимиртау судили к 11 годам лишения свободы за жестокое убийство и расчленение своего товарища. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Напомним, зверское убийство произошло 22 февраля этого года. Согласно материалам уголовного дела, мужчина сначала перерезал горло своей жертве, а затем целый месяц выкидывал части тела в мусорные контейнеры. Осужденный Александр Соловьев полностью признал свою вину. Он не отказывается от видеосъемки и безропотно ждал своей участи. Мужчина пояснил, что не видит смысла подавать на апелляцию, потому что чувствует свою вину и не знает, как с этим жить. Ранее он просил в суд поместить его в одиночную камеру. При оглашении приговора Соловьеву присутствовали его немногочисленные родственники. А также близкие погибшего. Судья Альмира Танабаева вынесла вердикт. 11 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Как бы это ни было, все-таки от моих рук мне с этим жить, конечно, тяжело. Безвиненого человека смерть. Хотелось бы, ну как бы, вопросы, позида к суду. Если возможно, это назначить отбытие наказания камеры одиночного содержания. Тяжело уничтаться. К другим новостям. Юные робототехники Карагандинской области стали обладателями Кубка губернатора Томской области. 2 ноября в Томске прошли соревнования по образовательной робототехнике. Казахстан представляли команды Карагандинской и Павлодарской областей. Собрать робота, сыграть с ним в футбол, исполнить танец или выйти на ринг. Такие задачи стояли перед участниками соревнований по робототехнике в российском Томске. Удивительно то, что бороться за призы пришли вовсе не студенты технических вузов, а школьники и даже те, кто еще не пошел в первый класс. Статус международного соревнованием придали команды юных кибернетиков из Казахстана. Это школьники Карагандинской и Павлодарской областей. В дисциплине кегель-ринг нужно было запрограммировать робота так, чтобы он как можно быстрее вытолкнул за пределы круга все кегли. Лучшими здесь оказались карагандинские школьники. Первое место досталось команде школы-интерната Дарын. Также в их активе третье место в дисциплине танцы роботов. Своего робота в этой дисциплине представил Нурлан Уметов. Научить танцевать механического человека оказалось делом непростым. Данный робот состоит из 18 сервоприводов, которые работают на одном параллельном канале. И чтобы запрограммировать движение, надо сперва смонделировать на 3D пространстве. И затем уже задать определенный алгоритм танца. В номинации СУМО, где роботы-борцы старались вытолкнуть друг друга за татами, серебряным призером стала команда казахско-турецкого лицея номер один. Второе место в дисциплине захват флага заняла команда казахско-турецкого лицея номер три города Жасказган. На сегодняшний день в области развиваются и расширяются лаборатории робототехники. В этом году у нас уже действует 40 лабораторий. В следующем году планируется приобрести еще в порядке 50 лабораторий. Знаете, что поддержку также для развития лабораторий идет и со стороны областного Акимата, и со стороны местных исполнительных органов. В течение трех лет уже в области действует международный фестиваль. В этом году прошел второй международный фестиваль «Рабалын», где приняли участие команды с областей республики, а также команды со ЦНГ – это Россия и Сербия. Победители были удостоены дипломами, медалями и кубками. Им также вручили памятные подарки от компании «Лего». Всего в состязаниях по образовательной робототехнике на Кубок губернатора Томской области приняли участие более 200 детей дошкольного и школьного возраста. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Волонтеры Караганды совместно с общественным фондом АСАР подарили тепло малоимущим семьям. 104 тонны угля разводят добровольцы семьям инвалидов, тяжелобольным, многодетным и одиноким матерям. Такая инициатива возникла у фонда после проведенного анкетирования, в котором выяснилось, что 52 семьи карагандинцев живут в холоде. Волонтеры, вооруженные лопатами, начали эту работу еще 6 ноября. Сначала они разгрузили и расфасовали более 100 тонн угля. Затем мешки были доставлены по адресам малоимущих граждан. В первый же день по 2 тонны получили 27 семей из ЖБИ, Федоровки, Пришахтинска, Сортировки и Тимиртау. 13 ноября добровольцы планируют раздать еще 24 тонны угля жителям Сарани. На сегодняшний день в рядах волонтеров трудятся около 40 человек. Мы волонтеры, будем угры. Для того, чтобы доставить его в дома тех, кто не может найти денег на то, чтобы отапливать свое жилище. Перед зимой, перед Новым годом, перед всеми праздниками. Такая теплая, хорошая, добрая акция. Чтобы всем в нашем городе стало немножко теплее. По словам волонтеров, уголь им предоставили спонсоры. Желающим присоединиться к благому делу, нужно обратиться в общественный фонд АСАР, либо по телефону, который вы видите на экране. Айя Мамрина, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. ЧП в Карагандинской области. Двоих рыбаков спасли очевидцы, один ушел под лед. Вечером 6 ноября трое рыбаков провалились под лед на водоеме в Карагандинской области. Несчастье случилось в районе 10-й насосной станции в 12 километрах от поселка Сакаровка. Очевидцы спасли двоих мужчин 1957 и 1977 годов рождения. Они доставлены в больницу. Из воды извлечено тело третьего рыбака 1966 года рождения. Причиной трагедии стала беспечность рыбаков, которые не соблюдали правила техники безопасности. Департамент ПАЧС Карагандинской области рекомендует население быть осторожными, так как на данный момент лед еще не окреп. И, конечно же, запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах падения, в водоем, ручьев и рек. И, конечно же, мы говорим родителям, чтобы они не оставляли детей близ присмотра. Спасатели также сообщают, что 9 ноября по Карагандинской области ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду. На севере области 23-28, временами порывы более 30 метров в секунду. Местами гололед, низовая метель. Просим горожан быть бдительными и следить за прогнозом погоды. Фарм-клуб Карагандинской старарки и хоккейная команда «Тимиртау» продолжают успешно принимать участие в регулярном чемпионате Республики Казахстан. На выезде в Рудном темиртауские хоккеисты в двух матчах обыграли местный горняк. Дважды Рудненский горняк потерпел поражение от темиртауских хоккеистов на своем поле. 5 ноября в первом матче серии хозяева пропустили три безответные шайбы. Одну во второй 20-ти минутке и две в третьем отрезке игры. Горняк ничего противопоставить гостям не смог. У «Тимиртау» отличились Алексей Зайцев, Александр Ханжин и Илья Серегин. Во втором матче вечером 6 ноября горняк вновь уступил «Тимиртау» 4-6. Хозяева площадки довольно неплохо играли. К середине встречи вели со счетом 3-1. Затем гости догнали. Однако рудничане снова забросили. После этого получив три шайбы в свои ворота. 6 ноября в команде «Тимиртау» отличились Поляков, Святына, Орлов и Воронин. 23-летний Ренат Сафин отличился дублем. Ну, хорошие игры получились. По первой игре единственное, как бы неплохо ребята начали, играли вроде неплохо. Первый период, правда, был неважный. Вальяжности много было, да, это недонастроили. Еще что-то рассмотрели, что соперник идет внизу таблицы. Ну, соперник уже не тот, как был в начале сезона, он уже другой. Дал бой, пришлось перестраиваться. Ну, было много академии, мало бросков, но, слава богу, перестроились и вытянули игру. Сегодня, по сегодняшней игре, так скажем, равная игра. Соперник дал бой, хорошее движение со стороны. Ну, когда команда проигрывает, конечно, это и недовольство. По первой игре подвела нас реализация моментов. То есть, у нас нет таких акцентированных бросков, как, в данном случае, у команды соперника. Сегодня игра по-другому складывалась. У нас были шансы и зацепиться, и ребята и жили этим, и дышали этой игрой. Ну, чуть-чуть вот этого выдержки, мастерства, когда нужно качать игру, когда нужно удерживать счет, что-то нам пока не хватает. Но работаем над этим отравно, что забили четыре гола неплохих. Ну, это вселяет оптимизм. На сегодня Тимиртауский хоккейный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице республиканского чемпионата. Следующая игра состоится 9 ноября. В Этерау Тимиртауские спортсмены встретятся с местной командой «Бей Борис». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин